Боевой дирижабль на защите России Ссылка на статью в описании. Почти 80 лет назад, 6 мая 1937 года, в США потерпел крушение немецкий дирижабль «Гинденбург» — крупнейший аростат своего времени. В результате взрыва водорода погибло 35 из 97 человек, находившихся на борту. Гибель «Гинденбурга» фактически стала концом короткой, но яркой эпохи пассажирских и грузовых коммерческих дирижаблей. Но в военных целях эти аэростаты продолжали использоваться на протяжении всего XX века и остаются востребованными в новом столетии. Программы создания боевых дирижаблей в интересах вооруженных сил есть у многих развитых государств. Достоинства этих летательных аппаратов очевидны — большая грузоподъемность и дальность беспосадочных перелетов, меньший, чем у самолетов и вертолетов, расход топлива, высокая надежность, длительность нахождения в воздухе. Кроме того, для дирижаблей не нужна взлетно-посадочная полоса — запустить его можно практически с любой более-менее ровной площадки. К недостаткам аэростатов относятся низкая скорость — до 160 км в час и слабая маневренность, однако есть задачи, для которых эти факторы не играют критической роли. В июле 2015 года советник первого заместителя генерального директора концерна радиоэлектронной технологии КРЕД Владимир Михеев рассказал РИА Новости о начале работ над проектом дирижабля для нужд противоракетной обороны страны. Он может стать полноценным элементом системы предупреждения о ракетном нападении, которая на сегодняшний день состоит из двух эшелонов — орбитальной спутниковой группировки и наземных радиолокационных станций. Основное преимущество дирижабля — это большая поверхность, на которой можно размещать антенные системы, рассказал Владимир Михеев. Эти локаторы могут фиксировать пуски межконтинентальных баллистических ракет, траектории полета их головных частей. КРЕД обеспечит электронную начинку, а сам Аэростатс разрабатывает воздухоплавательный центр «Авгур». Речь идет о перспективном дирижабле «Атлант», первый полет которого запланирован на 2018 год. Он разрабатывается в трех модификациях с грузоподъемностью 16, 60 и 170 тонн. Для военных нужд, скорее всего, будут использоваться более тяжелые модели. Заявлялось, что «Атланты» смогут работать на высотах до 10 тысяч метров. Этого может быть достаточно для того, чтобы обнаружить боеголовку МБР на разгонном и финальном участках ее траектории. Кроме того, большая грузоподъемность и дальность полета до пяти тысяч метров позволит использовать эти дирижабли для транспортировки военной техники. Самый крупный «Атлант» по своей грузоподъемности превзойдет даже тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 170 тонн против 120. Теоретически он сможет поднять в воздух три танка Т-90 с полным боекомплектом или восемь боевых машин пехоты БМП-3. При этом «Атлант» — не самый необычный проект аэростата, который на сегодняшний день находится в стадии разработки. Перспективный беспилотный дирижабль «Беркут» от компании «Авгур» сможет подниматься на высоты 20-23 км и оставаться в воздухе аж по 3-4 месяца. Такой длительности полета удалось достичь благодаря системе энергоснабжения от солнечных батарей. Его главными задачами будут обеспечение связи, высотная аэрофотосъемка, а также наблюдение за большими участками местности. Но в теории он может использоваться и для радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, целеуказания. Подобные летательные аппараты могли бы пригодиться, например, российской военной арктической группировке. В условиях многомесячного полярного дня «Беркут» не будет испытывать никаких проблем с энергообеспечением. В целом стратосферные дирижабли со временем смогут стать хорошей заменой спутникам сотовой связи как военного, так и гражданского назначения. Аэростат, зависший на высоте 20 км, способен обеспечивать устойчивую связь на дальностях до 760 км. При этом дирижабли стоят дешевле спутников, для их запуска не нужна ракета-носитель, они не захламляют орбиту после завершения срока эксплуатации. А в случае поломки аэростат можно посадить на землю для ремонта. В разные годы свои проекты стратосферных дирижаблей двойного назначения представляли Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, НПФ «Аэростатика» и ряд других предприятий. Однако, пока ни один из них не был реализован. Более того, в мире нет ни одного действующего стратосферного дирижабля. Авиаконструкторам пока не удалось создать достаточно надежные солнечные батареи необходимых габаритов, способные длительное время обеспечивать автономность работы аэростата. В США программы военных дирижаблей развиваются по двум направлениям – тактическому и стратегическому. К первому относятся мини-аэростаты Combat Sky Set Fuzz 1 массой всего 2 кг, которые уже использовались в Ираке. Они обеспечивали связь между наземными подразделениями в радиусе 320 км. В планах американских военных увеличить грузоподъемность этих малюток, чтобы на них можно было установить дополнительное оборудование, например, видеокамеры высокого разрешения. Стоимость одного аэростата – около 2000 долларов. Они могли бы стать дешевой альтернативой разведывательным беспилотникам. К стратегическому направлению относятся стратосферные дирижабли, например, проект Stratlight – это телекоммуникационная платформа для поддержки связи на площади около 800 тысяч квадратных километров, в производство так и не пошла. Гражданский заказчик счел ее слишком дорогой и сложной в производстве. Схожая судьба постигла и сверхтяжелый транспортный дирижабл Walrus, разработкой которого занималось агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона. Этот Левиафан должен был поднимать в воздух груз от 500 до 1000 тонн и перевозить его на дальность 22000 километров за неделю. В настоящий момент американские ученые занимаются созданием разведывательного дирижабля, способного работать на высотах около 80 километров, то есть на верхних границах стратосферы. В США было и несколько проектов военных высотных дирижаблей, которые планировалось вооружить крылатыми ракетами и корректируемыми авиабомбами. Однако от них отказались еще на стадии разработки концепции – огромные неповоротливые аэростаты стали бы слишком легкой целью для средств ПВО вероятного противника. Эту проблему намеревается решить Китай, испытавший в 2015 году дирижабль, который в будущем, как заявляется, сможет подниматься аж на 100 километров – высоту, недосягаемую для существующих зенитно-ракетных комплексов. Этот летательный аппарат будет наполнен 18 тысячами кубометров гелия и сможет находиться в воздухе до 48 часов. Немного, но шорох при наличии мощного вооружения он навести сможет. Западные журналисты уже окрестили этого гиганта охотником за авианосцами. Свои проекты дирижаблей двойного назначения представляли и европейские концерны. Немецкая компания Cargolifter IG еще в конце 90-х годов начала разработку аэростата Cargolifter CL160, способного перевозить 160 тонн груза на расстояние в 10 тысяч километров. Однако построен он так и не был. Компания разорилась в 2002 году. А возведенный для дирижаблей огромный ангар длиной 160, шириной 220 и высотой 106 метров в Висбадене превратили в парк развлечений «Тропические острова». Приспособить аэростаты для военных нужд пытались и в Беларуси. Еще в 2005 году там началось проектирование многоцелевого разведывательного дирижабля, способного заменить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Утверждалось, что шесть таких аэростатов смогут полностью контролировать обстановку в воздушном пространстве страны. Однако об этом проекте с тех пор так ничего и не было слышно. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова